Продолжение следует... 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 Спасибо. Спасибо. Продолжение по количественному персональному составу секретариата и комиссии, внесенной Советом представителей делегации, у вас имеются. Очевидно, и в этом случае есть смысл голосовать списком. Нет возражений, товарищи? Продолжение по количественному персональному составу секретариата. Нет. Кто воздержался? Нет. Таким образом, секретариат съезда избран единогласно. Позвольте перейти к избранию редакционной комиссии съезда. Есть ли другие у товарищей предложения по количественному и персональному составу редакционной комиссии? Нет, видимо. Перейдем тогда к голосованию. Кто за избрание редакционной комиссии в предложенном составе? Прошу поднять временное удостоверение. Прошу пустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Таким образом, редакционная комиссия избрана единогласно. Следующий вопрос. Избрание мандатной комиссии съезда. Имеется ли у делегатов замечание по количественному и персональному составу комиссии? Нет замечаний. Прошу голосовать. Кто за избрание мандатной комиссии съезда в предложенном составе? Прошу поднять временное удостоверение. Прошу пустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Таким образом, мандатная комиссия съезда избирается единогласно. Просьба к делегатам, избранным в состав секретариата редакционной мандатной комиссии, приступить к исполнению своих обязанностей. Товарищи, на съезде присутствует 152 делегации коммунистических, рабочих, революционно-демократических, социалистических, социал-демократических, лейбористских и других партий, представителей демократических общественных организаций. Они прибыли из 113 стран всех частей света. Их полный список у вас имеется, товарищи. Позвольте от имени съезда сердечно поблагодарить те партии, организации и движения, которые оказали нам честь, направив в Москву свои делегации. В этом проявляется уважительное отношение Коммунистической партии Советского Союза, признание ее международного авторитета. В работе съезда принимает участие делегации коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Крепнущее взаимодействие наших партий и государств. Их интернационализм стали могучей силой мирового общественного развития. От всего сердца мы приветствуем партии и народы, которые вместе с нами строят новое общество. Общество свободной эксплуатации и угнетения вносит решающий вклад в дело всеобщего мира и социального прогресса. В этом зале также присутствуют делегации ряда правящих партий из стран Африки, Латинской Америки, Азии, избравших путь социального прогресса и национального освобождения. Мы выражаем нашу солидарность с этой новой крупной международной силой, выступающей против империализма, за демократизацию политических и экономических отношений в мировом сообществе. На наш сет приехали делегации коммунистических рабочих партий из Западной Европы, Соединенных Штатах Америки и Канады, стран Азии и Тихого океана и стран Латинской Америки и Африки. Мы рады новой встрече с нашими братьями по классу, мужественными борцами за идеалы коммунизма, за интересы людей труда, за мир, демократии и свободы для всего человечества. Наши мысли с теми, кто сегодня томится в застенках тюрьмы, подвергается расправам и преследованию за свои прогрессивные взгляды. Мы убеждены, что и они услышат голос нашего съезда, голос солидарности советских коммунистов. На съезд прибыли также делегации революционно-демократических и национально-демократических партий. Мы горячо приветствуем представителей народов, борющихся против империализма, колониализма и расизма, за укрепление политической и экономической независимости. Среди гостей съезда находятся посланцы социалистических, социал-демократических и либористских партий. Здесь представлен также социалистический интернационал. Позвольте выразить уверенность, что наши связи и контакты будут и впредь развиваться в интересе устранения военной угрозы, продвижения вперед дела разоружения, укрепления принципов мирного сосуществования между государствами, независимо от их общественного строя. Мы рады присутствию на съезде видных политических и общественных деятелей, представителей массовых влиятельных демократических организаций. От вашего имени, товарищи, от имени всех коммунистов нашей страны разрешите самым сердечным образом приветствовать представителей сил социализма, мира, демократии, национального освобождения и социального прогресса желаем им успеха и счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, за время, прошедшее после 26-го съезда, ушли из жизни видные советские политические и государственные деятели. Леонид Ильич Брежнев, Юрий Владимирович Андропов, Константин Устинович Черненко, Михаил Андреевич Суслов, Арвид Янович Пельше, Фёдор Дмитриевич Устинов. В этот период мировое коммунистическое рабочее национально-освободительное движение потеряло таких мужественных борцов-интернационалистов, как Сугисвара Викрама Сингх, Вальдек Роше, Вилли Пессер, Никола Шауи, Исмаил Белен, Юсуф Даду, Густав Мачада, Энрико Берлингюэр, Тамио Нисердадзе. Трагически оборвалась жизнь премьера-министра Индии Индира Ганди, внёсшей большой вклад в борьбу против империализма и колониализма, за мир и безопасность народу. Мы всегда будем хранить в наших сердцах имена друзей и соратников, жизнь которых была неразрывно связана с борьбой за светлые коммунистические идеалы, за мир и счастье людей на земле. Прошу почтить их память минутой молчания. Прошу садиться, товарищ. Товарищи делегаты, нам необходимо утвердить порядок дня и регламент работы 27-го съезда КПСС. Порядок дня, как вам известно, был утверждён на апрельском 1985-го года в пленуме Центрального комитета партии. Вчера порядок дня вместе с регламентом рассмотренный с некоторыми уточнениями, одобрен Советом представителей делегации. Он у вас имеется. Предлагается рассмотреть на съезде следующий вопрос. Отчёт Центрального комитета КПСС и задачи партии. О новой редакции программы КПСС. Об изменениях в уставе КПСС. Политический доклад Центрального комитета партии 27-го съезда партии. Докладчик, генеральный секретарь Центрального комитета партии, товарищ Горбачёв Михаил Сергеевич. Отчёт Центральной ревизионной комиссии КПСС. Докладчик, председатель Центральной ревизионной комиссии, товарищ Сизов Геннадий Фёдорович. Об основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986-1990-е годы и на перспективу до 2000-го года. Докладчик, председатель Совета Министров СССР, товарищ Рыжков Николай Иванович. И выбора Центральных органов партии. Такова в сущности повестка нашего съезда. Вносится предложение отдельных докладов по первым трем вопросам не делать, а изложить их вместе в политическом докладе Центрального комитета партии 27-му съезду. При этом имеется в виду по докладу принять три резолюции. По политическому докладу ЦК КПСС 27-му съезду партии. О новой редакции программы КПСС. Об изменениях в уставе КПСС. Делегатам розданы предложения Совета представителей, также и по регламенту работы съезда. Имеется ли у товарищей замечание, как по порядку дня, так и по регламенту работы съезда? Нет замечаний. Кто за то, чтобы утвердить предлагаемый порядок дня и регламент работы съезда? Прошу поднять временное удостоверение. Прошу опустить. Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Принимается единогласно. Товарищи делегаты, позвольте приступить к рассмотрению вопросов, поставленных в порядок дня съезда. Слово для политического доклада ЦК партии. 27-му съезду партии предоставляется генеральному секретарю ЦК КПСССР товарищу Горбачёву Михаилу Сергеевичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Товарищи делегаты, уважаемые гости, 27-й съезд КПСС собрался на крутом переломе в жизни страны, в современного мира в целом. Мы начинаем нашу работу с чувством глубокого понимания своей ответственности перед партией и советским народом. Наша задача широко по-ленински осмыслить в переживаемое время, выработать реалистическую, всесторонне взвешенную программу действий, которая органично соединила бы величие целей и реализм возможностей, планы партии с надеждами и чаяниями каждого человека. Решения 27-го съезда определят и характер, и темпы движения на годы и десятилетия вперед. Движение к качественно новому состоянию советского социалистического общества. Съезду предстоит обсудить и принять новую редакцию программы КПСС, изменения в уставе партии, основные направления развития народного хозяйства на пятилетку и перспективу. Едва ли надо говорить, сколь огромное значение имеют эти документы для нашей партии, нашего государства, нашего народа. В них не только оценка пройденного, постановка назревших задач и взгляд, но и взгляд на будущее. Речь идет о том, каким вступит Советский Союз в 21 век, какими станут облик и позиции социализма на международной арене, каков завтрашний день человечества. Со времени принятия ныне действующей программы партии советское общество далеко продвинулось в своем развитии. Мы отстроили, по сути, заново всю страну, добились огромных сдвигов экономики, культуры, культуре, социальной области, воспитали поколения, созидателей нового общества. Открыли человечеству дорогу в космос, обеспечили военно-стратегический паритет, что существенно ограничило агрессивные планы и возможности империализма развязать ядерную войну. Значительно окрепли позиции нашей Родины, мирового социализма на международной арене. Пройденный страной путь, ее экономические, социальные, культурные достижения, убедительное подтверждение жизненности марсийско-ленинского учения, огромного потенциала, заложенного в социализме и воплощенного в прогрессе советского общества. Мы в праве гордиться всем, свершенным за эти годы, годы напряженного труда и борьбы. АПЛОДИСМЕНТЫ По достоинству оценивая достигнутое, руководство КПСС считает своим долгом честно и прямо сказать партии народу о наших упущениях в политической и практической деятельности, неблагоприятных тенденциях в экономике и социально-духовной сфере о причинах таких явлений. В течение ряда лет и не только в силу объективных факторов, но и причин прежде всего субъективного порядка, практические действия партийных и государственных органов отставали от требований времени в самой жизни. Проблемы в развитии страны нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылась форм и методы управления, снижение динамизма в работе, нарастание бюрократизма – все это наносило немалый ущерб делу. В жизни общества начали проступать застойные явления. Ситуация требовала перемен, но в центральных органах, да и на местах, стала брать вверх своеобразная психология. Как бы улучшить дела, ничего не меняя. Но так не бывает, товарищи. Как говорят, остановишься на миг, отстанешь на версту. Нельзя уклоняться от решения назревших проблем. Подобная позиция слишком дорого обходится стране, государству, партии. И давайте скажем об этом в полный голос. Во весь рост стала задача, как можно быстрее преодолеть негативные явления в социально-экономическом развитии общества, придать ему необходимый динамизм и ускорение, в максимальной степени извлечь уроки из прошлого. С тем, чтобы решения на будущее были предельно точными и ответственными, а конкретные действия целеустремленными и эффективными. Переломная ситуация сложилась не только во внутренних делах. Она характерна и для внешних. Изменения в современном мировом развитии настолько глубоки и значительны, что они требуют переосмысленения комплексного анализа всех его факторов. Обстановка ядерного противостояния обязывает к новым подходам, способам и формам взаимоотношений между различными социальными системами, государствами и регионами. Гонка вооружений, развязанная империализмом, привела к тому, что 20-й век завершается в мировой политике под знаком вопроса, сможет ли человечество уйти от ядерной опасности или же верх возьмет политика конфронтации, ведущая к повышению вероятности ядерного конфликта. Мир капитала не отрешился от идеологии и политики гегемонизма. Его правителей еще не оставляет надежда на социальный реванш. Они продолжают тешить себя иллюзиями силового превосходства. Трезвые оценки происходящего с большим трудом пробиваются через толщу предрассудков и предвзятостей в мышлении правящего класса. Но сложность и острота исторического момента делает все более насущной задачу поставить ядерное оружие вне закона, полностью ликвидировать его и другие средства массового истребления людей, оздоровить международные отношения. Выражением глубокого сознания партии, принципиально новой ситуации внутри страны и на мировой арене, своей ответственности за судьбы Родины, проявлением ее воли и решимости осуществить назревшие преобразования, стала выдвинутая апрельским 1985 года пленумом установка на ускорение социально-экономического развития нашего общества. Формулируя задачи долговременного, принципиального порядка, Центральный комитет последовательно руководствуется марксизмом-ленинизмом, подлинно научной теорией общественного развития. Она выражает коренные интересы людей труда, идеалы социальной справедливости. Ее жизненная сила в неприходящей молодости, постоянной способности к развитию, творческому обобщению новых фактов и явлений, опыта революционной борьбы и социальных преобразований. Любая попытка превратить теорию, которой мы руководствуемся, в набор застывших схем и рецептов, годных везде и на все случаи жизни, решительнейшим образом противоречит сущности духу марксизма-ленинизма. Маркс и Энгельс писал в 1917 году Владимир Ильич Ленин «Справедливо издевались над заучиванием и простым повторением формул, способных в лучшем случае лишь намечать общие задачи, необходимо видоизменяемые конкретной экономической и политической обстановкой каждой особой полосы исторического процесса». Вот, товарищи, слова, над которыми каждый из нас должен задуматься и взять их на вооружение. Именно та конкретная экономическая и политическая обстановка, в которой мы находимся, именно та особая полоса исторического процесса, через которую проходит советское общество и весь мир, требует от партии, от каждого коммуниста, творчества, новаторства, умения выйти за рамки привычных, но уже отживших представлений. В ходе обсуждения предсъездовских документов состоялся большой, откровенный и конструктивный разговор по всем ключевым проблемам нашей жизни и партийной политики. Мы пришли на съезд, обогащенный мудростью, опытом всей партии, всего народа. Сейчас лучше видно, что и в каком порядке надо делать, какие рычаги привести в действие, чтобы наше движение вперед приобрело нужное ускорение. Теперь многое, а по существу все, будет зависеть от того, насколько эффективно мы сумеем использовать преимущества и возможности социалистического строя, его экономическую мощь и социальный потенциал, обновить устаревшие общественные формы, стили методы работы, привести их в соответствие с изменившимися условиями. Только так мы сможем приумножить могущество нашей страны, поднять на качественно новый уровень материальную и духовную жизнь советского народа, увеличить созидательное воздействие, примера социализма, как общественного строя на мировое развитие. Мы уверенно смотрим в будущее, ибо хорошо видим свои задачи и пути их осуществления. Мы уверенно смотрим в будущее, ибо опираемся на могучую поддержку народа. Мы уверенно смотрим в будущее, ибо действуем в интересах социалистического отечества, во имя великих идеалов, беззаветному служению которым посвятила себя партия коммунистов. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи, в проекте программы партии дан всесторонний анализ основных направлений и особенностей современного мирового развития. Программа не ставит целью предвосхитить будущее во всем многообразии его конкретных проявлений. Это было бы тщетным занятием. Но столь же верно и другое. Вести правильную, научно обоснованную политику можно, лишь ясно понимая ключевые тенденции реальной действительности. Глубокое проникновение в диалектику происходящего, его объективную логику, умение делать правильные выводы, отражающие движение времени, дело непростое, но настоятельно необходимое. Еще до Октябрьской революции, имея в виду одно лишь капиталистическое хозяйство, Владимир Ильич Ленин отмечал, что сумму перемен во всех их разветвлениях не могли бы охватить и 70 марксов. Но, продолжал Ленин, марксизмом открыты законы этих изменений, показана в главном и в основном объективная логика этих изменений и их исторического развития. Современный мир сложен, многообразен, динамичен, пронизан противоборствующими тенденциями, полон противоречий. Этот мир сложнейших альтернатив, тревог и надежд. Никогда прежде наш земной дом не подвергался таким политическим и физическим перегрузкам. Никогда человек не взымал с природы столько даний и никогда не оказывался столь уязвимым перед мощью, которую сам же создал. Мировое развитие подтверждает фундаментальный вывод марксизма-ленинизма о том, что история общества – не сумма случайных слагаемых, не беспорядочные броновые движения, а закономерный поступательный процесс. Его противоречие не только выражает приговор старому миру, всему, что мешает двигаться вперед, но и является собой источник, движущую силу общественного прогресса. Прогресса, который разворачивается в условиях борьбы, неизбежны, пока существует эксплуатация и эксплуататорские классы. Освободительные революции, начатые Великим Октябрем, определяют облик XX века. Сколько бы ни были значительные достижения науки и техники, влияние на жизнь общества бурного научно-технического прогресса, только социальное и духовное раскрепощение человека делает его подлинно свободным. И каковы бы ни были трудности на этом пути, объективные и искусственные, чинимые старым миром, ход истории неотвратим. Социальные сдвиги века видоизменяют условия дальнейшего общественного развития. Вступают в действия новые экономические, политические и научно-технические внутренние международные факторы. Возрастает взаимосвязанность государств и народов. Все это предъявляет каждому государству особенно жесткие требования. Идет ли речь о внешней политике, экономической и социальной дееспособности, духовном облике общества. Прогресс нашего времени справедливо отождествляется социализмом. Мировой социализм – мощное международное образование. Он опирается на высокоразвитую экономику, солидную научную базу, надежный военно-политический потенциал. Это более трети человечества, десятки стран и народов, идущие по пути всестороннего раскрытия интеллектуальных и нравственных богатств человека и общества. Возник новый, основанный на принципах социалистической справедливости, образ жизни, в котором нет ни угнетателей, ни угнетаемых, ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, где власть принадлежит народу. Его отличительные черты – коллективизм и товарищеская взаимопомощь, торжество идей свободы, неразрывное единство прав и обязанностей каждого члена общества, достоинство личности, подлинный гуманизм. Социализм – это реальная возможность, открытая всему человечеству, пример, устремленный в будущее. Социализм зарождался и строился в странах, далеко не передовых по их тогдашнему экономическому и общественному уровню, очень разнящихся между собой по укладам, историческим и национальным традициям. Каждая из них шла к новой формации своим путем, подтверждая предвидение Маркса о бесконечных вариациях и градациях одного и того же базиса в его конкретных проявлениях. Пути эти не были гладкими или простыми. Поднять отсталое или разоренное хозяйство, научить миллионы людей элементарной грамотности, дать им кровь, пищу, бесплатную медицинскую помощь было крайне трудно. Сама новизна общественных задач, непрерывное военное, экономическое, политическое, психологическое давление империализма, необходимость предпринимать огромные усилия для обороны, все это не могло не оказывать влияние на ход событий, их характер, на темпы осуществления социально-экономических программ и преобразований. Не обошлось и без ошибок в политике разного рода субъективистских отклонений. Но такова жизнь, она всегда проявляется в многообразии противоречий, порой довольно неожиданных. Гораздо важнее другое. Социализм продемонстрировал возможность решения общественных проблем на принципиально иной, чем до сих пор, а именно коллективистской основе. Вывел страны на более высокие рубежи развития, дал людям труда достойную и уверенную жизнь. Социализм постоянно совершенствует общественные отношения, целеустремленно преумножает достигнутое, наращивает силу и убедительность своего примера, демонстрирует реальный гуманизм всего уклада жизни. Тем самым он возводит все более прочный заслон идеологии и политики войны и милитаризма, реакции насилия. Всем формам человеконенавистничества активно содействует социальному прогрессу. Он превратился в могучую моральную и материальную силу, показал, какие возможности раскрываются перед современной цивилизацией. Ход социального прогресса тесно связан с антиколониальными революциями, национально-освободительным движением, возрождением многих государств и возникновением десятков новых. Завоевав политическую независимость, они ведут тяжелую борьбу за преодоление отсталости, бедности, подчас отчаянной нищеты всего тяжелого наследия рабского прошлого. Бесправные объекты империалистической политики в прошлом, они вышли на дорогу самостоятельного исторического творчества. Общественный прогресс находит свое выражение в развитии международного коммунистического и рабочего движения, в развертывании нового массово-демократического движения современности, в том числе антивоенного, антиядерного. Он очевиден и в расслоении политических сил в капиталистическом мире, включая митрополию империализма США. Здесь прогрессивным тенденциям приходится пробиваться через систему монополистического тоталитаризма, испытывая постоянное давление организованной реакции, в том числе ее огромной пропагандистской машины, которая брушит на человека потоки одурманивающей дезинформации. Маркс уподобил прогресс в эксплуататорском обществе тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых. В наше время, писал он, все как бы чревато своей противоположностью. Мы видим, что машины, обладающие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизведанные источники богатства, благодаря каким-то странным, непонятным чарам, превращаются в источник нищеты. Победы техники как бы куплены ценой моральной деградации. Кажется, что по мере того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом других людей, либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрачном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы. Марксов анализ поражает своей исторической масштабностью, меткостью и глубиной. Применительно к буржуазной действительности XX века он, пожалуй, стал еще более актуальным, чем в веке XIX. С одной стороны, стремительное развитие науки и техники, которая открывает невиданные возможности владения силами природы, улучшения условий жизни человека. А с другой, просвещенный XX век вошел в историю такими порождениями империализма, как самые кровопролитные войны, разгул милитаризма и фашизма, геноцид, обездоленность миллионов. Невежество и мракобесие уживается в мире капитала рядом с высокими достижениями науки и культуры. И это и есть общество, с которым нам приходится соседствовать, искать пути к сотрудничеству и взаимопониманию. Так распорядилась история. Прогресс человечества непосредственно связан и с научно-технической революцией. Вызревала она из-под воль постепенно, чтобы затем последнюю четверть века дать начало гигантскому приращению материальных и духовных возможностей человека, возможностей двоякого рода. Налицо качественный скачок в производительных силах человечества, но и качественный скачок в средствах разрушения, в военном деле, впервые в истории наделивший человека физической способностью уничтожить все живое на Земле. В разных общественно-политических системах научно-техническая революция оборачивается разными ее гранями и последствиями. Капитализм 80-х годов, капитализм века электроники, информатики, компьютеров и роботов выбрасывает на улицы новые миллионы людей, в том числе молодых и образованных. Богатство и власть еще более концентрируются в руках немногих. Неимоверно разбухает на гонке вооружений милитаризм, стремящийся шаг за шагом овладеть и политическими рычагами власти. Он становится наиболее уродливым и опасным чудовищем XX века. Его усилиями самая передовая научно-техническая мысль переплавляется в оружие массового уничтожения. Перед развивающимися странами научно-техническая революция с особой остротой ставит вопрос, суждено ли им полной мере воспользоваться достижениями науки и техники, обрестить им самым силы в борьбе против неоколониализма и империалистической эксплуатации, или они же так и останутся на периферии мирового развития. Научно-техническая революция с предельной ясностью высвечивает нерешенность многих социально-экономических проблем, мешающих прогрессу в этой части мира. Социализм обладает всем необходимым для того, чтобы поставить современную науку и технику на служение людям. Но было бы неверно полагать, что научно-техническая революция не выдвигает проблем и перед социалистическим обществом. Ее развитие, как показывает опыт, связано с совершенствованием общественных отношений, перестройкой мышления, выработкой новой психологии, утверждением динамизма как образа жизни, нормы бытия, она настоятельно требует постоянного пересмотра, обновления сложившихся схем управления. Иными словами, научно-техническая революция не только открывает перспективы, но и повышает требовательность ко всей организации внутренней и международной жизни. Научно-технический прогресс, естественно, не может отменить законов общественного развития, его социального смысла и содержания, но он оказывает огромное воздействие на все идущие в мире процессы и противоречия. Нельзя не видеть, что две социально-экономические системы существенно различаются и по готовности, и по способности осмысливать возникающие проблемы и решать их. Такой мир, в котором мы живем в преддверии третьего тысячелетия. Мир полный надежд, ибо никогда прежде люди не были столь всесторонне оснащены для дальнейшего развития цивилизации, но и мир, перегруженный опасностями и противоречиями, побуждающими говорить о едва ли не самой тревожной полосе истории. Первая и наиболее важная, с точки зрения судеб человечества, группа противоречий связана с отношениями между государствами двух систем, двух формаций. У этих противоречий многолетнее прошлое. Со времени Великого Октября в России раскола мира по социально-классовому признаку выявились принципиальные различия как в оценках происходящего, так и во взглядах на мировую социальную перспективу. Капитализм встретил рождение социализма как ошибку истории, которая должна быть исправлена. Исправлена во что бы то ни стало, любым способом, без оглядки на право и мораль, вооруженной, интервенцией, экономической блокадой, подрывной деятельностью, санкциями и наказаниями, отказом от какого бы то ни было сотрудничества. Но ничего не смогло помешать утверждению нового строя, его исторического права на жизнь. Трудность, с которой правящие классы капиталистического мира приходят к пониманию реальностей, периодические рецидивы попыток силового решения всей группы противоречий, разделяющих два мира, разумеется, не случайны. К переводу соревнования двух систем на язык военного противоборства империализм толкают и внутренние пружины, сама его социально-экономическая сущность. Империализм в силу своей общественной природы постоянно генерирует агрессивную авантюристическую политику. Здесь можно сказать о целом комплексе побудительных мотивов, хищнических аппетитах фабрикантов оружия и влиятельных военно-бюрократических группировок, корыстной заинтересованности монополий в источниках сырья и рынка сбыта, страхе буржуазии перед происходящими переменами, наконец, в попытках решить за счет социализма собственные обостряющиеся проблемы. Последнее, особенно характерное для империализма США. Только имперская идеология и политика, желание поставить социализм, СССР в максимально неблагоприятные внешние условия стояли за развязывание гонки ядерных и иных вооружений после 1945 года. Как раз тогда, когда разгром фашизма и милитаризма, казалось бы, открывал реальную возможность строить мир без войн, когда был создан в этих целях механизм международного сотрудничества, организация объединенных наций. Но природа империализма взяла свое и на этот раз. Право и крыло монополистической буржуазии США и сегодня рассматривает нагнетание международной напряженности в качестве оправдания военных ассигнований, глобальных претензий, вмешательства в дела других стран, наступления на интересы и права американских трудящихся. Немалую роль, судя по всему, играет и расчет использовать напряженность для нажима на союзников, чтобы сделать их предельно послушными, подчинить диктату Вашингтона. Политика тотального противоборства, военной конфронтации не имеет будущего. Бегство в прошлое, не ответ на вызовы грядущего, а скорее акт отчаяния. Но от этого подобная позиция не становится менее опасной. Когда и в какой мере осознает это Вашингтоне, покажут дела. Мы со своей стороны готовы сделать все от нас зависящее, чтобы радикальным образом изменить к лучшему международную ситуацию. Для этого социализму нет нужды отказываться ни от своих принципов, ни от своих идеалов. Он неизменно выступал и выступает за мирное сосуществование государств, принадлежащих к разным общественным системам. В отличие от империализма, пытающихся силой остановить ход истории, вернуть былое, социализм по собственной воле никогда не связывал свое будущее с военными решениями международных проблем. Это подтвердила первая же большая дискуссия, развернувшаяся в нашей стране после победы Великого Октября. В ходе ее, как известно, были решительно отвергнуты взгляды левых коммунистов и троцкистов, отстаивающих теорию революционной войны, якобы способной принести социализм в другие страны. И эта позиция, как подчеркивал Ленин, в 1918 году шла бы в полный разрыв с марксизмом, который всегда отрицал подталкивание революций, развивающихся по мере назревания остроты классовых противоречий, порождающих революции. Мы сегодня твердо убеждены, подталкивать революции сне, тем более военными средствами, бесполезно и недопустимо. Проблемы и кризисы, переживаемый миром капитала, возникает в его собственных недрах, представляет собой закономерный результат внутри внутренних антагонистических противоречий старого общества. В этом смысле капитализм, развиваясь, отрицает сам себя. Будучи не в силах сладить с обострением проблем, нисходящие фазы развития капитализма, правящие круги империалистических стран, прибегают к средствам и методам, заведомо неспособным спасти общество, обреченное самой историей. В ходу сегодня миф о советской или коммунистической угрозе, назначение которого – оправдать гонку вооружений, собственную агрессивность. Но становится все более ясным, что на военной тропе не найти разумных решений, ни международных, ни внутренних. Столкновения и борьба противоположных подходов к перспективам мирового развития приобрели особенно сложный характер. Когда в мире накоплены огромные ядерные боезапасы, и специалисты спорят лишь о том, сколько раз или десятков раз можно уничтожить человечество, самая пора начинать практический отход от балансирования на грани войны, от равновесия страха к нормальным, цивилизованным формам взаимоотношений государств двух систем. Именно вокруг вопросов реального содержания политики, способной сохранить мир, и будет, судя по всему, развертываться основная борьба в предстоящие годы. Борьба сложная, многоплановая, ибо мы имеем дело с обществом, руководящие круги которого не хотят трезво оценить реальности мира и его перспективы, делать серьезные выводы из собственного и чужого опыта. Все это – показатель износа его внутренних иммунных систем, социального дряхления, что снижает вероятность крупных изменений политики, господствующих сил, повышает степень ее безрассудности. Вот почему в сложившемся положении очень непросто прогнозировать будущее отношений между социалистическими и капиталистическими странами СССР и США. Решающими факторами здесь будут соотношение сил на мировой арене, рост и активность потенциала мира, его способность эффективно противостоять угрозе ядерной войны. Немало будет зависеть и от степени реализма правящих кругов Запада в оценке обстановки. Но плохо, если политики бывают слепы не только глазами, но и душой. В условиях полной неприемлемости ядерной войны не конфронтация, а мирное сосуществование систем должно стать законом межгосударственных отношений. Вторая группа противоречий – это внутренние противоречия самого капиталистического мира. Минувший период дал много подтверждений углубления общего кризиса капитализма. Современный капитализм, эксплуататорская природа которого не изменилась, во многом отличается от того, каким он был в начале и даже в середине XX века. Под влиянием и на фоне научно-технической революции еще острее становится конфликт между гигантски возросшими, выросшими производительными силами и частно-собственническим характером общественных отношений. Здесь и увеличение безработицы, обострение всего комплекса социальных проблем, пронизывающий все и вся милитаризм как наиболее ходовое средство подстегивания экономики, нарастающий кризис политических институтов духовной сферы, гнетущее давление реакции по всем линиям во внутренней и внешней политике, экономике и культуре в использовании достижений человеческого гения. Традиционные формы консерватизма уступают место авторитарным тенденциям. Особо надо сказать о таком опасном проявлении кризиса капитализма, как антикоммунизм и антисоветизм. Это не только политика внешняя. В современной системе империализма это и важнейшее направление политики внутренней, средство давления на все передовое и прогрессивное, что живет и борется в странах капитала в несоциалистической части мира. Верно, что и нынешний этап общего кризиса не несет с собой абсолютного застоя капитализма, не исключает возможностей роста его экономики, освоения новых научно-технических направлений. Он допускает удержание конкретных экономических, военных, политических и иных позиций, а на каких-то участках даже возможность социального реванша, возвращения ранее утраченного. Но капитализм, не располагая позитивными целями и ориентирами, выражающими интересы трудящихся масс, сталкивается ныне с небывалым переплетением, взаимоусилением всех групп его противоречий, с таким количеством социальных и прочих тупиков, как он не знавал во все века своего развития. Обостряется прежде всего противоречие между трудом и капиталом. В 60-е и 70-е годы в условиях благоприятной экономической конъюнктуры рабочему классу трудящимся удалось добиться некоторого улучшения своего положения. Но с средины 70-х годов участившиеся экономические кризисы и очередная технологическая перестройка производства изменили обстановку, позволили капиталу перейти в контрнаступление, лишить трудящихся значительной части их социальных завоеваний. По ряду показателей уровня жизни, трудящиеся оказались отброшенными на много лет назад. Рекордной для всего послевоенного периода является безработица. Заметно ухудшается положение крестьян и фермерства. Одни хозяйства разоряются, их бывшие владельцы пополняют ряды людей наемного труда, другие попадают в кабальную зависимость от крупных сельскохозяйственных монополий и банков. Углубляется, становится все более разительным социальное расслоение. В США, например, 1% самых состоятельных семей владеет богатствами, почти в полтора раза превышающими совокупное богатство 80% семей, находящихся в нижней части имущественной пирамиды. Правящие круги империализма не могут не понимать, что подобное положение чревато социальными взрывами, политической дестабилизацией, но это не делает их политику более взвешенной. Напротив, последние годы вверх в целом берут наиболее непримиримые реакционные группировки господствующего класса. Этот период отмечен особо массированным и ожесточенным наступлением монополий на права трудящихся. Используется весь арсенал накопленных капитализмом средств, подвергается травле и экономическому шантажу профсоюзы, вводятся антирабочие законы, преследуются левые, любые прогрессивные силы. Нормой стал постоянный контроль, а точнее сказать слежка за состоянием умов и поведением людей. Небывалые масштабы приобрело целенаправленное культивирование индивидуализма, право сильного в борьбе за существование, аморализма, ненависти ко всему демократическому. Как пойдет дальше развитие коренного противоречия между трудом и капиталом, какие выводы будут сделаны и сложившееся положение, покажет будущее, ход борьбы трудящихся за свои права, за социальный прогресс. Но нельзя не сказать о серьезной опасности дальнейшего существенного поправления политики, всей внутренней обстановки в некоторых капиталистических странах и для международных отношений. Последствия такого поворота трудно предсказуемы, их опасность недооценивать нельзя. Последние десятилетия века отмечены новыми вспышками межимпериалистических противоречий, появлением новых их форм и направлений. Этой группы противоречий капитализма не устранили ни классовая близость, ни заинтересованность в объединении сил, ни военная, экономическая или политическая интеграция, ни научно-техническая революция. Последнее бесспорно ускорило процесс интернационализации капиталистического производства, усилило как нивелировку уровней, так и скачкообразность развития стран капитализма. Обострившаяся на почве научно-технического прогресса конкуренция еще беспощаднее бьет отстающих. Значительное осложнение условий капиталистического воспроизводства, многообразие кризисных процессов, обострение международной конкуренции придали империалистическому соперничеству особую остроту и упорство. Торгово-экономическая борьба на мировом рынке ведется при усиливающейся опоре на мощь отечественных государственно-монополистических капитализмов, при все более агрессивной и своей корыстной роли буржуазного государства. Быстро набрал силу транснациональный монополистический капитал. Он подминает и монополизирует целые отрасли производства или сферы как в масштабе отдельных стран, так и мирового хозяйства в целом. На долю транснациональных корпораций к началу 80-х годов приходилось более третье промышленное производство, более половины внешней торговли, около 80% патентов на новую технику и технологию в капиталистическом мире. Ядро транснациональных корпораций составляют американские. Созданный ими комплекс заграничных предприятий использует дополнительную армию рабочих и служащих по численности равной половине занятых в обрабатывающей промышленности США. Этот комплекс обеспечивает в настоящее время производство товаров и услуг общей стоимостью около полутора триллионов долларов в год, что соответствует почти 40% валовой продукции США. Размеры второй экономики США вдвое, втрое превосходят экономику таких ведущих западноевропейских держав, как ФРГ, Франция, Англия, уступая лишь Япония. Сейчас крупнейшие транснациональные монополии США – это империи, масштабы экономической деятельности, которых можно сравнить лишь с валовым национальным продуктом целых государств. Возник и быстро затягивается новый узел противоречий между транснациональными корпорациями и национально-государственной формой политической организации общества. Транснациональные корпорации подрывают суверенитет как развивающихся, так и развитых капиталистических стран. Они активно используют государственно-монополистическое регулирование, когда это им выгодно, и жестко конфликтует с ними, если усматривает в действиях буржуазных правительств малейшую угрозу своим прибылям. Но при этом американские транснациональные сверхмонополии, как правило, активно выполняют роль проводников государственного гегемонизма, имперских вожделений, правящих сил этой страны. Полны явных и скрытых противоречий взаимоотношений трех основных центров современного империализма – США, Западной Европы и Японии. Экономическое, финансовое, технологическое превосходство над ближайшими конкурентами, которыми США располагали вплоть до конца 60-х годов, подверглось резкому, серьезному испытанию. Западной Европе и Японии удалось кое в чем потеснить американского патрона. Они бросают вызов Соединенным Штатам и в такой традиционной сфере американской гегемонии, как новейшая техника. Вашингтон постоянно призывает союзников не растрачивать порох на междоусобице. Но как подвести три центра современного империализма под одну крышу, когда сами же американцы, манипулируя долларами и процентными ставками, не прочь подкормить свою экономику за счет Западной Европы и Японии? В той мере, в какой достигается согласование позиций трех центров империализма, оно чаще всего оказывается следствием американского давления и открытого диктата преследует интересы и цели прежде всего самих Соединенных Штатов Америки. И это ведет, в свою очередь, не к преодолению, а к обострению противоречий. Похоже, над такой причинно-следственной связью все больше начинают задумываться. Впервые в правительствах ряда западноевропейских стран, в социал-демократических и либеральных партиях, среди широкой общественности вслух дискутирует, а совпадает ли нынешняя американская политика с представлениями Западной Европы о собственной безопасности, не слишком ли далеко заходит США в своих претензиях на лидерство. Партнеры Соединенных Штатов могли убедиться и не один раз, что чужие очки не заменяют собственных глаз. Несомненно, противоборство центробежных и центростремительных тенденций, как результат изменений в соотношении сил, будет продолжаться в системе империализма и впредь. Трудно ожидать, что сложившийся комплекс экономических, военно-политических и других общих интересов трех центров силы в реальных условиях современного мира может быть разорван. Но в пределах этого комплекса Вашингтону не приходится ожидать безропотного повиновения союзников-конкурентов американскому диктату, тем более в ущерб их собственным интересам. Своебразие межимпериалистических противоречий нынешнего периода и в том, что в ближайшие десятилетия может сложиться иная их конфигурация, заявят о себя новые капиталистические центры силы. Это, безусловно, приведет к дальнейшему увеличению массива противоречий и к более тесному взаимопереплетению и обострению. Новый, сложный и подвижный комплекс противоречий сформировался между империализмом и развивающимися странами и народами. Освобождение бывших колоний и полуколоний явилось сильным политическим и идеологическим ударом по капиталистической системе. И эта система в том виде, как она сложилась в XIX веке и захватила половину XX, перестала существовать. Идет медленный, трудный, но неостановимый процесс социально-экономических преобразований в жизни народов, составляющих большинство человечества. Процесс, который принес немало принципиальных перемен, но и столкнулся с немалыми трудностями. Путем политического маневрирования, посул и подкупов, военных угроз и шантажа, а нередко и прямого вмешательства во внутренние дела освободившихся стран, капитализму во многом удалось спасти сложившиеся ранее отношения экономической зависимости. На этой базе империализм сумел создать и отладить самую изощренную систему неоколониалистской эксплуатации, теснее привязать к себе значительное число освободившихся государств. Последствия этого трагичны. Развивающиеся страны, где проживает более 2 миллиардов человек, стали практически сплошным регионом бедствия. В начале 80-х годов уровень доходов на душу населения в освободившихся странах в целом был в 11 раз ниже, чем в развитых капиталистических. На протяжении трех последних десятилетий разрыв этот не сокращается, а растет. И дело не только в сравнительной бедности. Речь идет о неграмотности и темноте, хроническом недоедании и голоде, ужасающей детской смертности, эпидемиях, поражающих сотни миллионов людей. Такое положение – позор цивилизованного человечества, виновник его империализм. Не только с точки зрения истории, колониального разбоя на целых континентах, оставившего наследие неимоверной отсталости, но в равной мере и с точки зрения сегодняшней практики. Лишь за последние десятилетия прибыли, выкачанные корпорациями США из развивающихся стран, четверо превысили их вложения. А по региону Латинской Америки и Карибского бассейна прибыли монополии США за этот же период превысили вложения более чем в восемь раз. Можно без привлечения утверждать, что система империализма продолжает жить в значительной мере за счет ограбления развивающихся стран, их самой безжалостной эксплуатации. Ее формы и методы меняются, но суть остается прежней. В США, например, весьма ощутимая часть национального дохода формируется за счет этих источников. Развивающиеся страны эксплуатируются всеми империалистическими государствами, но империализм США делает это, несомненно, с наибольшей бесцеремонностью. Неэквивалентный обмен, неравноправная торговля, махинации и произвол с учетными ставками, насос транснациональных корпораций действует в одном и том же направлении. Они еще более увеличивают бедность и нищету одних, богатство других, усиливают поляризацию в мировом капиталистическом хозяйстве. Бедственные положения развивающихся стран крупнейшая общемировая проблема. В этом, а не в чем-то другом, подлинные истоки многих конфликтов в Азии, Африке, Латинской Америке. Такова истина, как бы ни заощрялись правящие круги империалистических держав по поводу руки Москвы, оправдывая свою неоколониалистскую политику, глобальные притязания. Взять проблему задолженности. В сочетании с объемом ежегодно вывозимых их из развивающихся стран прибылей, накопленная задолженность означает одно – сужение перспектив их развития стран развивающихся, неизбежность дальнейшего обострения без того тяжелейших социальных, экономических и иных проблем. Вернуть долги в существующих условиях эти страны, конечно, не смогут. Такая ситуация, если не будет найдено справедливое решение, чревато серьезными социально-экономическими и политическими последствиями для международных отношений. Нельзя сказать, что правящие империалистические круги не видят скрытость здесь опасности. Но все их заботы сводятся к одному – как спасти нынешнюю систему своего обогащения за счет эксплуатации и сверхэксплуатации народов развивающихся стран. Несомненно и другое – между триллионным долгом этих стран и более чем триллионным приращением военных расходов США за последние десятилетия есть безусловная причинная связь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова